Обстрелы на Донбассе не утихают. Сегодня по состоянию на 6 вечера боевики открывали огонь уже 6 раз. Били из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Украинским военным приходилось отвечать на провокации с передовой материал Игоря Левенка. Русские уехали, а эти теперь сидят ниже воды и шатровой. Ничего не делают. А края на Авдеевке, недалеко от Ясиноватской развязки, это передовая, где почти каждый метр земли залит кровью украинских солдат. Бойцы говорят, сейчас здесь тишь да гладь, по сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад. Время от времени постреливают вражеские снайперы, но к этому уже привыкли. Ребята на посту были, пролетело 2 или 3 раза, ну, одиночными снайперские и по позиции, так что... Работают крупнокалиберные пулеметы, стрелковые. У нас просто дистанции такие, что достаточно и автомат Калашникова. О войне и диспозициях сторон нам рассказывает Александр. 30 лет. Он офицер из Краматорска в армии с начала боевых действий. У меня история стандартная простого человека, простого мужчину, у которого были свои цели, свое будущее, то есть, которые даже, можно сказать, не связаны с войной. Но 2014 год просто все перечеркнул. История Александра, может, и стандартная, но не совсем. Он магистр политологии и философии, а еще закончил Академию Госуправления при президенте Украины. Но сейчас в форме и с автоматом, на передовой, в подчинении рота солдат. Мне нужно уже защищать кандидатскую, сдавать планы. А я просто посмотрел, но мне стало скучно. Вот реально скучно. Потому что для воевавших, для воевавших мужчин война никогда не заканчивается. И я даже для себя такую формулу выработал, что я политика, когда я по мобилизации пошел на войну, я политикой занимался больше, чем на кафедре политологии. Война непременно закончится нашей победой. Александр в этом уверен. Анализирует как политолог и как военный. Нужен момент и армия из опытных бойцов, которая у нас уже есть. Если в какой-то период, если политическая ситуация сложится в нашу сторону, а может и нам придется выдавливать противника и забирать свои территории, это будет говорить об активной фазе войны, то многие вернутся. Из Донецкой области Игорь Левенок, Дмитрий Раскольников, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.